Здравствуйте, друзья! Сегодня едем на Вилейку. Вилейское водохранилище. Это один из брендов, но если не Беларуси, то Минской области точно. Когда-то на этом месте были деревушки, потом приняли решение затопить их, создать искусственное водохранилище. Сегодня Вилейка привлекает рыбаков и отдыхающих. Кемпинги, наверное, еще не заполнены, хотя сегодня плюс 13, солнечно, но живность какую-то мы увидим, я уверен. Впереди лето, ехать особо некуда, пригодятся кому-то эти прекрасные места. Дорога на Вилейку неплохая, не очень широкая, может быть, слегка волнистая, местами укачивает. Я помню, ехали на мягкой американской машине, действительно, практически укачало. Много лесных массивов слева-справа, поэтому лучше сильно не разгоняться, потому что лоси иногда выбегают на дорогу несколько лет назад. Был трагический случай, когда владелец-создатель известного агротуристического комплекса в результате столкновения с лосем погиб на этой дороге, поэтому будьте аккуратны. Ну вот уже рыночки ожили. Несколько дней назад мы с товарищем путешествовали по Среднему Полесью, ни один рынок не работал вдоль дороги. Проезжаем поселок с человеческим именем, с так можно сказать, человеческим названием Илья. Подробный рассказ о нем в отдельном сюжете смотрите на моем канале, а сейчас краткий экскурс. Старое поселение, по-моему, в 15 веке впервые упоминалось. Вот впереди видите костел. Это одна из местных достопримечательностей. Костел построен чуть более 100 лет назад, но еще православная церковь более старая. Если верить сведениям из интернета, то этой церкви, вернее, на этом месте православная церковь была построена 200 лет назад. Посреди кладбища аист обосновался. Ни мертвых, ни живых не боятся аисты. Мы в Полесье только что видели огромное количество гнезд, но вот на кладбище я вижу впервые. За Ильей нам нужно повернуть направо, но мы поедем прямо. Немного отклонились от нашего маршрута. Для чего? Посмотрите, что написано. Видите? Вилейская Минская водная система. Дело в том, что Вилейское водохранилище создавали как источник питьевой воды для столицы. Но чтобы доставить эту воду к Минску, нужно было построить канал. Вот посмотрим сейчас на этот канал. По этой артерии вода из Вилейского водохранилища. Течет славный город Минск. Тут тоже, кстати, живописные места. Я бывал. Ну, Вилейка-то, конечно, круче. Мы сейчас приедем на Вилейку. Ну, где вода? Там жизнь, да? Без воды. Ни сюда, ни сюда. Поехали! Нехарактерный для Беларуси знак. Видите? Выезд на набережную. Осторожное падение в воду. Просто Т-образный перекресток, который упирается как раз уже в Вилейку. Мы приезжаем, подъезжаем к Вилейскому водохранилищу. Камышовые заросли. Сухой тростник. Вот аист поднялся. Видимо, на этом островке, как на Туровском лужке, где мы недавно снимали у Куликов, птица чувствует себя очень комфортно и вольготно. Впереди деревня Ососенко. Видите, в первом ряду. Сейчас мы поближе подъедем. Хорошие коттеджи. Люди для отдыха построены. Шезлонг для наблюдения за природой. Мостки. Весьма приличные домики. Лодочки на приколе. На воду пока их спускать нельзя. Не то, чтобы ловить рыбу, но и просто ходить. Да, по морскому говорю, не плавать, а ходить по Вилейскому водохранилищу запрещено. Осьминог. Батюшки, это же осьминог. Там какой-то птичий базар. Слышите? Ничего себе. Ну, вы понимаете, что это живое место? Ты за кем охотишься? За рыбками или на птичек? Привет. Озерные мотивы. Чайки, лилии, кувшинки, камыши на заборе. Наверное, такой централизованный забор. Централизованный изготовлен. И мы поворачиваем на Нароч и заедем с другой стороны, чтобы исследовать тылы Вилейской водной системы. Еще одна деревня, что называется мимоходом Костеневичи. Деревня, как деревня, такая длинная. Дома справа, дома слева. Но здесь памятник есть исторический. Былык, ляштар, бернардынцев, как гласит табличка. Ныне это, видимо, костел. Храм непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии построен в 18 веке. Принадлежал ордену иезуитов. Вот они, тылы Вилейского водохранилища. Река Сервич, небольшая, 85 километров. Здесь мы находимся на заболоченном участке этой реки. Потом она расширяется, впадает в Виллю и уже в Вилейское водохранилище. Иностранные туристы. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ты? Я из Швеции. Швеция. Очень нравится. Это очень интересный камень. Колоссальный камень ледникового периода. Как он здесь оказался, уму непостижимо. Камней тут много, удивительных. Это не обгоревшие камни, это такой черный грибок. Русло реки расширяется и на островках жизнь кипит, птичья. Лебеди, чайки, поганки. Вот смотрите, мои дорогие друзья. Вот это идет русло Сервича. Вот он доходит и с левой стороны вот такой маленький полуостров. А вот с той стороны, вот там, где вдали лебедь, и вот-вот-вот-вот-вот, чуть выше, идет Вилля. И где впадает Сервич и Вилля, это у рыбаков считаются очень рыбные места. И поэтому, когда здесь начнется рыбный сезон с 1 июня, ну, воды не видно. Потому что вот лёгко стоит. Странно было бы, если бы в таких местах не появился туристический комплекс. Недавно его построили. Шашлыки, башлыки. Ну, я, например, против того, чтобы заповедные места застраивались. Вот, кстати, яблони. Вот погреб был. Следы былой деревни. Сутоки, по-моему, называлась деревня. Когда Вилейское водохранилище заполняли водой, деревни отселяли. А вот и серые цапли появились перед закатом. Цапли очень пугливые. Утром следующего дня отправились туда, куда летит лебедь. За болото, за лес. Но не прямиком, конечно. Настоящие герои всегда идут в обход. Пересядем на другой вид транспорта. Исследуем тылы Вилейки на Вилейке. Впереди наш проводник Александр. Деревня Костыки. Обычная примета более-менее живой деревни. Церквуха. Церковь является просветителем. Здесь щит с историей деревни Костыки. История весьма древняя. Смотрите, тут есть курганы, могильники 11-12 столетия. Ничего себе. Адрес, однако, стрёмный какой-то для церкви. Квеничная 66. Мы знаем, что такое шестерка. Чертовщинка. А вот те самые курганы. А это уже река Вилея. Деревня Костыки находится на этой реке. И Вилея дальше сливается с рекой Сервич. И наполняют Вилейское водохранилище. На реке Вилея. Лебединое озеро. И вот еще пару картинок красивых. Как там говорят, no comments, без комментариев. Теперь на обратном пути, вновь проезжая Вилейку, подведем итоги. Вилейское водохранилище. Самый крупный искусственный водоем в Беларуси. И второй по величине после нарычи. На Вилейке можно отдохнуть. Летом загорать, палаточку разбить. Рыбаки, конечно, облюбовали эти края. Можно покататься на велике, посмотреть окрестности. Мы встречали с вами костелы, церкви интересные. И даже исторический памятник. Курган древний в деревне Костыки. Меня, конечно, больше всего интересует живность. Кого мы видели? Лебеди, цапли робкие, которых мы подкараулили на закате. Утки, кряквы, лысухи, поганки. Бесчисленное количество чаек. Вот, посмотрите, сейчас еще раз справа. Слева. Бескрайние просторы Вилейского водохранилища. Любите эту жемчужину Беларуси. Любите нашу страну. Приезжайте сюда. Вообще путешествуйте по Беларуси. В Беларуси очень много интересных мест. Всего хорошего. До свидания.